Туристическое снаряжение Шанти-Шанти-РФ, и у нас здесь... Спички как хрен их откроешь вообще? Так, вот одну спичку мы сейчас опустим в воду. Пускай она там позамачивается. Они у нас называются спички охотничьи. Вторую спичку... Не знаю. Мы опустим в воду лежать, а эту мы положим рядышком пока. Пускай подсохнет. Сейчас достанем черкаш. Всё тут так хорошо запаковано и будем жечь. Черкаш пока сухой. Так. Опа. И, значит, достаем спичку. Номер раз сухая. И черкаш. Главное сейчас не дышать всем этим. Ну вот она горит. Не очень долго. Честно, я от таких спичек не фанат. Я люблю сухой спирт. Но сухой спирт нужно чем-то зажигать. Ну вот она догорела. Так. Теперь возьмём ту спичку, которая у нас была в воде. Пошли её в воду, пожалуйста. Да. Давайте мы её оботрём и попробуем зажечь. Ну, по-моему, горит она отлично точно так же. Я так понимаю, что они просто не мокнут. Давайте сделаем сложнее и черкаш тоже замочим. Спасибо, пожарная охрана. Так. И вот у нас есть мокрый черкаш и мокрая спичка. И нет, ничего не происходит. Но у черкаша остался один кусочек сухой, маленький. Давайте попробуем. И работает. И давайте, наверное, на окончание я сейчас её протру рубашечкой. Вдруг она заведётся. И одно, вот спичка немножко обтёрлась, серо, да, здесь. И второе. И попробуем, что будет. Ничего не будет. И последняя попытка. Возьмём совсем сухую спичку. Иди сюда. Ну-с. Да. Ещё следует вывод. Спички-то, может быть, и горят сырыми, а вот черкаши нифига не черкают. Пишите свою историю снизу. Ссылочка на сайт, на товар там под видеороликом. Шотни-шотни-рыф, туристическое снаряжение. Меня зовут Андрей, оператор Максим. И пожарная охрана предоставлена Евгением Калининым. Да. В общем, что обращайтесь. Продолжение следует...